Ну-ка, помери. Пойдет тебе? Еще пуговку. Пуговку я тебе пришью. И еще один. Ну там одной пуговки нет, это не проблема. В семье Хлопцевых в сентябре в школу идут шестеро из восьмерых детей. София пойдет в одежде, которая досталась ей от старшей сестры. Девочка говорит, что новую сумку и школьную форму ей покупали только однажды, когда она пошла в первый класс. Я иду в третий класс. Сейчас я хочу в школьную форму, но придется сестры таскать, потому что мама немного зарабатывает, но придется старшей сестры таскать. Многодетная мать Надежда Хлопцева – обладательница подвески «Алтаналка». Старшему ее ребенку 18 лет, младшему 5. Муж Надежды оставил семью 5 лет назад. Алименты они не получают. Женщина говорит, что семья живет только на адресную социальную помощь. По 21 тысяче тенге на ребенка. После оплаты коммунальных денег едва хватает на самое необходимое. У нас все брюки подшиты внизу, потому что от одного к другому передается. Вот нам, мы вот эту жилетку шили, варвали. Вот здесь видно, что прямо ручная. И мы шили. И вот теперь у нас София идет во второй, в третий класс она младше. Поэтому мы передаем ей, чтобы не покупать школьную форму, потому что на всех денег, адресные на всех не хватает. Получаем адресную. Но на все вот это, на все вещи, оно не хватает. Школьные рубашки вот мы тоже будем. Мы их в прошлом году носили, постирали, отбелили и в этом году будем носить. До нового учебного года остались считанные дни. Надежда утверждает, что местные власти не предлагали помощь многодетной семье перед началом учебы. Никто ничего не звонил, ничего. Не знаю, но сейчас, если никто ничего не отрабатывается, то придется своими силами, самой как-то. Вот сейчас, вот за это и переживаю, что если сейчас никто, вот, ну, ротан не поможет. Я и в Акимат написала «Добрая дорога в школе». Если сейчас никто не поможет, то мы сейчас получим адресную. Оденемся, обуемся к школе. А на что потом жить будем, я не знаю. Просто это, потому что форму-то ладно, канцелярию сейчас скупи. Вот я говорю, по 100 тетради нам надо вот на учебный, на учебный сезон, на один. Это будет тяжело, если мы сейчас, нам никто не поможет. Местные власти говорят, что по Североказахстанской области в помощи перед школой нуждается около двух тысяч учащихся. Помочь всем многодетным семьям не успевают. Ну, видите, мы же обращаемся к спонсорам, закрепляем за госслужащими, за предприятиями. Понимаете, здесь же получается каких-то вот определенных нормативов нет, что законодательно это нигде не закреплено. Что вот должны такую-то сумму от сих до сих. Мы обращаемся также к спонсорам, ищем спонсоров. Но давить мы на них так и не можем, по мере возможностей. Ну, вот то, что зависит от нас, это бесплатное питание, констовары, их обеспечит, это однозначно. По данным Акимата, школьная форма в этом году подорожала. Выросли цены на детскую обувь и канцелярские принадлежности. В сентябре в школы региона пойдут 70 тысяч детей. Более 10% из них – из многодетных семей. Продолжение следует...